Как соблюдаются права человека и гражданина в Ненецком округе? Какие проблемы остро стоят в нашем обществе и как их решать? Об этом мы поговорим сегодня. Это актуальное интервью у нас в студии, уполномоченный по правам человека в Ненецком автономном округе Александр Белугин. Александр Егорович, здравствуйте. Добрый день. Буквально недавно вы выступили с ежегодным докладом о своей деятельности, где обозначили, что основное направление вашей работы — это работа с обращениями граждан. Расскажите, сколько в минувшем году к вам обратилось жителей и граждан? Хорошо. Значит, в 2015 году действительно обратилось 126 человек. Из них большая часть обращения — это было всё-таки связано с жилищными правами. Это само жильё, это услуги системы ЖКХ, обеспечения. Затем идут трудовые права, дальше социальные, и там меньше, меньше, меньше. То есть, что касается социальных, там у нас больше всё-таки идёт, наверное, в части таких вот бытовых проблем, внутренних даже жалоб, вам говорить. По медицине очень много обращений. Ну, по трудоустройству, я думаю, что тут это у нас занимает второе место, и, соответственно, очень много жалоб на тех же работодателей, к примеру. Ну и первое место — это всё-таки, я как говорил, жильё уже. 126 — это большое количество? Ну, на мой взгляд, да. Если брать даже процентом соотношения, мы для себя просто просчитали, взять субъекты Российской Федерации, мы взяли небольшие субъекты Северо-Запада. И если в процентом соотношениях делать, то у нас получается на численность населения 0,5 обращений будем. Но всё-таки брать, если другие субъекты с меньшим количеством, то, ну, соответственно, нашего, конечно, больше, то, получается, у них идут тысячные, вот именно процентом соотношения. Ну, вот для себя я, конечно, вижу, что, конечно, очень много на 42 126 обращений. В те годы было больше, к сожалению. Обращения носят личный характер в основном? Конечно, да. Ну, есть обращения как от граждан, так и есть ещё и коллективные обращения. В коллективных обращениях больше всё-таки, с моей точки зрения, было то, что нарушение было трудовых прав именно граждан в коллективах. Как со стороны работодателя. Ну, так вот пока. Вы уже упомянули, что жилищная проблема стоит на первом месте и всё чаще волнует жителей Ниницкого округа. Что конкретно? Ну, если брать жилищные права, то всё-таки надо понимать, что, ну, в настоящее время в основном, в основном, строительство самого жилья нового ведётся всё-таки в городе Наринмаре. И, конечно же, стоит обратить внимание, что необходимо усилить или приложить усилия по строительству жилья в населённых пунктах округа. Почему? Потому что там тоже есть свои очереди, там тоже есть свои определённые категории граждан. И, соответственно, то есть проблемы как раз и возникают. Тот фонд, который на сегодня имеется, он весь ветхий, аварийный в большей степени, как вам говорить. Некоторые дома, на мой взгляд, даже до сих пор не состоят ни на чём балансе. Люди годами жили там, остались от родителей эти дома. Они так продолжают жить и до сих пор проживают. Ну и, соответственно, то есть проблемы возникают с точки зрения того, что у кого-то дом признали аварийным. Соответственно, муниципальная власть должна отреагировать, предоставить жильё. И с тем, что в том доме нельзя проживать. Но, к сожалению, нового жилья нигде этого нет. Какого-то служебного тоже самое, на мой взгляд. То есть всё упирается в том, что жилья у нас нет и не строится. Также остро стоит проблема обеспечения жильём детей-сирот. Обращаются к вам по этому вопросу? Ну, дети-сирот, всё-таки, я думаю, что это в большей степени занимается Рима Фёдоровна Галушина, полномочия по правам ребёнка. Но в то же время есть, да, у нас, на мой взгляд, это как раз тема пересекается между двумя полномочиями. Почему? Потому что есть дети-сироты, которые в настоящее время уже совершеннолетние. Да. И которые уже достигли кому-то уже 30-40 лет, но в своё время они не использовали своё право. То есть государство их не обеспечило жильём. И вот как раз на сегодня эти проблемы, они действительно возникают. Граждане обращаются с тем, что право не использовали, и на сегодня они пытаются это право использовать любыми возможностями. Ну, опять же, в рамках закона за ответственность. И с твоей стороны мы пытаемся каким-то образом оказывать содействие в этом плане. А вот как содействие оказать? Что предпринять, если не строится? Ну, во-первых, у нас идёт консультирование. То есть, второе, информирование граждан. Третье, если они в человеке непосредственно обращаются, то, понятно, мы сначала пытаемся вникнуть в суть проблемы, проконсультировать, прояснить ситуацию, в какие уже структуры человек обращался или гражданин. В части того, нарушили, не нарушили его права. И в целом, вот, когда уже будет приниматься решение по итогам проведённой проверки. Трудоустройство вы также упомянули. У нас в регионе сейчас говорят об этом буквально все. Тоже очень остро стоит эта проблема. Безработица, трудоустройство, сокращение. Ну, действительно, эта проблема, она тоже, на мой взгляд, она большая. Я в своём докладе уже упоминал, что всё-таки, конечно, я предполагаю, что, что касается вообще в целом даже обращений, я не думаю, я думаю, что всё-таки, наверное, многие люди ещё не обращаются с этими жалобами, с этими обращениями. Ко мне приходит какая-то часть именно небольшая. Почему? Потому что есть и трудоустройство, давай инспекция, если брать по трудоустройству, ну, по защите прав на труд, то люди обращаются и в трудовую инспекцию, и в прокуратуру, и прямо, и сразу, если эти люди, кто более-менее грамотные, они обращаются сразу в судебные органы. Как говорю, у нас всё-таки малая часть обращений. Но в то же время, ну, на мой взгляд, их достаточно так вот. Почему? Потому что большая безработица действительно на сегодня она существует. Вот взять даже 15-й год, к сожалению, произошло сокращение технических работников, будем говорить, да, кочегаров, дизелистов. Ну, к сожалению, вот сама проблема, она есть. И ещё прибавилось, получается. Но в то же время, ну, на мой взгляд, механизм ещё до сих пор окончательно не выработан. Почему? Потому что там, где убрали кочегаров, но в то же время, с одной стороны, конечно, легко убрать. Потом, как мы будем это снова восстанавливать? Вот тот же пример, даже если взять сельское хозяйство. Вот в своё время тех же хозяйства, которые занимались коровами, ликвидировали. И, ну, на сегодня, а где, каким образом сейчас искать тагадаяра? Возрождать. Конечно, да, конечно, намного это, на мой взгляд, это очень сложно всё-таки делать. Ликвидировать, мы быстро всё ликвидируем. А как потом возрождать эту проблему, вот, действительно. Потом, где найти специалистов опять? Те же специалисты, даже, которые в своё время работали, они уезжают с населённых пунктов. Есть такие моменты. Пытаются трудоустроиться в городе, потому что здесь возможностей больше. А безработица, она есть, к сожалению, большая. Вот к вам обращаются с проблемами трудоустройства. В каждом отдельном случае вы, наверное, разбираетесь, были ли ущемлены права человека, который к вам обращается, и взаимодействуете с другими органами? Как происходит взаимодействие? У нас одно из направлений, это, если решаем вопрос, то, конечно, мы взаимодействуем. Взаимодействуем и с региональными органами власти, и с федеральными, с организациям, предприятиями. Ну, по крайней мере, я с своей стороны пытаюсь всё-таки ту проблему, которая возникает, пытаюсь доводить до логического конца. И я понимаю, что не всегда это может получаться. Почему? Потому что те возможности, которые у меня есть, я их пытаюсь использовать. Опять же, всё в рамках закона. Ну, если же, к примеру, обращаются в рамках того, что вот какая-то структура или госорган, или муниципальный орган не предоставил жильё, и в этом плане, конечно, я напрямую не могу ему предоставить. Почему? Потому что, к сожалению, есть такие, как бы, всё-таки у меня обращения, и сама реакция граждан, когда начинает обижаться, а это действительно так. Ну, приходится терпеть, куда деваться. То есть вот таковы функции полномочия. Все довольны не могут. Конечно. Это как бы, это я даже не оспариваю, и соглашаюсь с этим действительно временами. Я, то есть, уполномочия сам по себе, это как посредник между всё-таки властью и гражданином, человеком. И те возможности, которые есть, мы максимально пытаемся использовать, но только, опять же, в рамках закона. Вот что касается вопросов трудоустройства, проблем трудоустройства, в прошлом году удалось положительным образом как-то решить проблемы, с которыми жители обращались. Ну, могу просто привести пример. Он такой, я не скажу, что он сложный, это обратилась женщина одна по поводу того, что у неё нет жилья и нет работы. Ну, со своей стороны, мы попытались связаться с центром занятости, проговорили со структурами администрации города Наринмара, попытались её трудоустроить в муниципальное образование, и вот благодаря этому, на мой взгляд, эти два вопроса мы решили. Ну, вот это, с одной стороны, я не скажу, что это тяжёлая такая вот проблема, но тем не менее, я считаю, что в какой-то степени, ну, одному человеку мы помогли, вот, будем говорить так, если в виде примера, если приводить. Конечно, я ещё раз говорю, что не все обращения, к сожалению, мы удовлетворяем. Почему? Потому что если всё сделано в рамках закона, и понятно ведь, что граждане будут всё равно отстаивать свою позицию. И задача уполномоченного встать как будто бы на сторону гражданина, но в то же время я пытаюсь ещё и смотреть с точки зрения закона. И, соответственно, тут вот такие коллизии небольшие у нас вступают в действии. Я знаю, что вы не только принимаете обращение граждан, скажем так, к столице региона, Наринмара, но и вы езжаете в населённые пункты округа, и там беседуете с жителями. Вот есть обращения с населённых пунктов? Есть, действительно, есть обращения, да, помимо того, что помимо поезда, также ещё и обращаются по телефону, очень зачастую. Но, на мой взгляд, всё-таки в большей степени граждане обращаются, чтобы получить какую-то консультацию. Ну, не знаю, мы в этом плане тоже не отказываем со своей стороны. А, например, по каким темам консультируешься? Ну, например, вот на сегодня позвонила женщина, да, нет, да, и попросила, то есть всё-таки, дать консультацию по поводу того, что она работает сменным образом, то есть у неё сменный рабочий график, и если её смена попадает, к примеру, на праздничный день, нет, её выходной попадает на праздничный день, должны ли ей дополнительно дать второй выходной день, так как вот у неё попал на праздник. И, ну, вот такой, как будто бы он с одной стороны и лёгкий, с другой стороны, ну, на мой взгляд, я попытался разобраться в законодательстве, ну, со специалистом, но выяснили, что да, действительно, оказывается, не может. У неё вот такой график работает. То есть вы дали ей ответ? Мы дали, да, мы дали ей полноценный всё ответ, она вот всё удалит в вас ответ. Я надеюсь, что она осталась удовлетворённой. За прошлый год тоже были вопросы, связанные, опять же, с предоставлением льготной дороги пенсионерам. То есть, насколько правильно я понимаю, некоторые пенсионеры используют свою льготную дорогу по территории России, но также ещё пытаются вернуть деньги, которые они использовали во время льготной дороги за пределы Российской Федерации. Ну, у нас закон таков, что всё-таки льготный приезд оплачивается по территории Российской Федерации, соответственно, то есть за пределы уже нельзя. И как это всё вычленить, когда у неё ни справок, ни документов, как бы дополнительных нет? То есть о стоимости у неё есть от точки А до точки Б и обратно. Транзитом через Москву или через Санкт-Петербург, Архангельск, неважно. И вот там стоит общая сумма. Как бы это вычленять? И вот, к сожалению, есть такие. Вот в этой степени пытаемся связываться с пенсионным фондом и пытаться вести переговоры по поводу того, что и как можно вообще в этом плане сделать. То есть сначала от них получаем консультацию, потом смотрим свою нормативную базу и, соответственно, даём уже полноценный ответ уже заявителю. То есть абсолютно по любому вопросу к вам могут обратиться? По любому. Это правильно, что с любыми вопросами к вам? Вы никому не отказываете? Ну, я как бы этого не чураюсь чего-то. Вот для меня, с одной стороны, понятно, что, ещё раз говорю, что я не всемогущий, я не могу решить все проблемы граждан. Ну, на те, по крайней мере, проконсультировать или на те вопросы, которые я смогу, то, соответственно, то есть я выполняю эти функции. А так, ну, добро пожаловать со всеми. Какие ещё направления волновали жители нашего округа в прошлом году? И, может, уже в этом наметилась какая-то статистика, кроме жилья и трудоустройства, здравоохранения? Ну, всё-таки, ну, по здравоохранению были всё-таки в какой-то степени как от граждан самих, и были также ещё и коллективные с точки зрения того, что это опять всё связано опять с оптимизацией. С реорганизацией. Конечно, с реорганизациями и так далее. Ну, на мой взгляд, тут уже тогда недорабатывают сами органы власти, курирующие это направление. Ну, и в целом система управления. Надо смотреть, что система управления в целом она до сих пор как бы меняет сам механизм самого управления в регионе. И недоработка, на мой взгляд, заключается в том, что люди, которые обращаются в наш адрес, то есть многие недопонимают само совершенство, сами изменения, которые вступят в действие, и как это отразится на них как раз. Проблема в отсутствии информирования. На мой взгляд, да. Нет контакта с руководством, отсутствия информации. Есть такое, не знаю, с одной, ну, у нас есть органы власти, есть органы местного самоуправления, есть подведомственные учреждения, которые, на мой взгляд, ну, вот, к сожалению, все равно не все граждане владеют информацией. И отсюда вот начинаются эти жалобы, обращения. В прошлом году, и вот в этом тоже поднималась такая волна возмущения, что будут сокращены социальные льготы, социальное обеспечение будет тоже оптимизироваться. Обращались с вами к вам по этим вопросам? Обращались в самом начале года. Действительно. В самом начале года обращались после того, как в начале года стали вступать в действие вот эти вот изменения, связанные с социальными гарантиями, компенсациями, льготами, выплатами и так далее. Ну, на мой взгляд, они были малые. Почему? Ну, мне кажется, тут плюс, опять же, органов власти, с одной стороны, что, может быть, каким-то образом оперативно все реагировали и делали. Но обращение, мой адрес было мало именно по этим вопросам. Больше все-таки, я говорю, в какой-то степени идут, ну, бытового, что ли, характера вот такого. Ну, как так, понимаете, я просто пытаюсь анализировать с другими субъектами Российской Федерации. У нас округ небольшой. Все друг друга знают. И решить проблему одного человека, ну, мне кажется, намного быстрее можно. и где-то, в какой-то степени, может быть, это и делается так, действительно. Ну, я служу, опять же, по статистике обращений. С одной стороны, я говорю о том, что, да, много обращений, но в то же время, вот я понимаю, что нельзя говорить о том, что кто-то что-то не делает. Конечно, делается, но, к сожалению, возможно, не до конца. Частные случаи будут разы, конечно. Я просто для себя наблюдаю, что тот механизм, который вот в самой системе управления у нас сейчас делается, применяется, ну, и еще раз говорю, что он пока несовершенен. И какой-либо вывод, какой-то окончательный, конкретный, ну, мне даже сложно немного делать, потому что сама все меняется до сих пор еще. Так что и те же братья льготы, компенсации, выплаты и так далее, до сих пор еще даже сам этот закон, даже законы, нормативные акты до сих пор меняют, приводят в соответствие. Да, в совершенство. Да, в совершенство, действительно. Ну, даже можно сказать, что прислушиваются все-таки к мнению общественности. Опять же, возможно, не всех. Александр Егорович, я знаю, что большое внимание вы также уделяете жизни коренных малочисленных народов. Что в этом направлении делается? Может быть, какие-то у вас есть предложения к органам власти? Как-то вот вы принимаете активное участие в этом? Ну, что касается все-таки коренных малочисленных народов, проживающих на территории округа, ну, в свое время я уже буду еще депутатом, то есть говорил о том, что надо менять, опять же, саму систему управления даже в тех же СПК, тоже взаимодействие. На сегодня, с одной стороны, подвижки идут. Я знаю, что вот что касается АПК, субсидирование поменяли, сам механизм субсидирования. Но в то же время, вот я в докладе тоже отмечаю, что все-таки, когда мы говорим о какой-то производственно-экономической составляющей, если уж мы акцент делаем на этом, то, мне кажется, нельзя брать и чисто только эту сторону вести. Все-таки надо учитывать и сам образ жизни. Я сейчас говорю только о оленеводстве, будем говорить об этой сфере. На традиционный образ жизни надо смотреть саму жизнь, быт. Люди живут в этих условиях. И не учитывать их тут, мне кажется, тоже это будет неправильно. Все-таки надо саму сферу, даже в целом оленеводство, надо рассматривать в целом как систему. Ну, я понимаю, что для органов власти, что это экономическая составляющая, но опять для граждан это образ жизни таков, это их жизнь, и никуда от этого не денешься. Так что, я с своей стороны все-таки склоняюсь к тому, что традиционный образ жизни, он как есть, он был, есть, и я думаю, что будет. Ну, а сама система управления, надо просто подстраиваться. Ну, и на мой взгляд, все-таки, наверное, как предложение, все-таки совершенствовать сами механизмы поддержки. Я не говорю о том, что просто отдавать, отдавать, отдавать. Все-таки, что касается совершенства, я пытаюсь говорить о том, что, ну, элементарно даже привести примеру, городской житель проживает в городе, в квартире, в благоустроенной, ему предоставляется жилье, ему предоставляется свет, но он за эти услуги платит. На мой взгляд, мы должны тоже в какой-то степени подумать о том, а почему бы тех же оленеводов не обеспечить электростанциями, да, тем же топливом горючим, для того, чтобы у них были возможности, опять же, использовать все блага цивилизации, какие тоже есть, и в городах, и в населенных пунктах. Ну, вот, в какой-то степени надо, все равно надо выравнивать эти все вещи. Я также знаю, что вы активно включались в вопрос по обсуждению кочевых школ. Она, буквально, вопрос сдвинулся с мертвой точки, она будет, это кочевая школа? Ну, насколько я правильно понимаю, был детский сад кочевой, действительно, на территории Канинской тундры, под управлением региональной, управлением, департамент оригинальной политики планирует, и там есть департамент образования будет подключен, планирует в этом году как раз создать именно такой кочевой детский сад. Ну, мы действительно в свое время подключались, и буду еще, когда занимался общественной работой, все-таки мы пытались привозить даже на территорию округа специалисты, которые занимались этими вещами и занимаются, по крайней мере, вот, примеры, Республика Коми, она применяет систему вот именно этих кочевых, где-то полукочевых оседлых, малокомплектные школы, ну, то есть, даже семейные, будем говорить, такие вот, и я считаю, что это вообще положительный, как бы, примеры, и мне кажется, это надо использовать. У нас, еще раз говорю, у нас регион не таков большой, чтобы экспериментировать можно, делать можно, в одном месте сделать пилотный проект, посмотреть все плюсы и минусы, и попытаться применить других, как бы, в хозяйство, в других тундрах, в населенных пунктах. Так что, так. Александр Егорович, само название вашей должности у полномоченной говорит о том, что вы обладаете полномочиями. Вот, можете ли вы использовать полномочия, чтобы вот влиять, рекомендовать что-то органам власти, как-то тоже принимать участие в совершенствовании тех или иных законов, которые касаются жизни, качества жизни населения? Да, конечно, мне кажется, это даже обязательное условие для уполномоченного, что это входит в функции его задачи, что действительно уполномоченный, он рекомендует органам, не приказывает, но рекомендует. Предлагает, новые какие-то механизмы, да, сам, конечно, не совершенствует, но предложение, что касается по внесению изменений в законодательные акты или в нормативно-правые, то, конечно, мы это все с той стороны пытаемся делать, преподнести, и те предшественники, которые занимали посты у полномоченных в свое время, они также участвовали, участвовали в этих процессах, я продолжаю участвовать. Таковы мои функции. Можно говорить о том, что институт уполномоченных, он сравнительно молодой, ему не так много лет. В этом году будет 10 лет только еще. А вы в этой должности сколько? С марта, ну, с 5 марта 2015 года. У меня еще только год. Чуть больше года. Чуть-чуть. Вот прошел, прошло чуть больше года. Я понимаю, что оценка может быть не совсем объективная будет, но вот скажите, вы считаете, что вот уполномоченный по правам человека это вот тот человек, который может влиять, это тот инструмент действенный, который может вот изменять жизнь людей к лучшему? На мой взгляд, да. Да, то есть, ну, по крайней мере, я могу свободно взять, обратиться к руководителям разных ведомств, по крайней мере, которые работают на территории округа. Понятно, что я приказать не могу, но проговорить какие-то моменты, обратиться с письменным обращением за предоставлением информации, ну, по крайней мере, это пока у меня получается, и ну, есть редкие исключения, которые, конечно, не всегда дают ответы, даже не вовремя, будем говорить так, а так, я считаю, что ну, взаимодействие у меня отличное, надеюсь, со всеми. Я сам человек не конфликтный, так что добро пожаловать. По итогам, вот прошло уже полгода 2016, вот уже сколько обращений есть, какая статистика? Ну, пока, я пока не могу сказать именно за 2016 год все-таки, потому что мы как-то такую статистику пока еще не подводили, не могу пока даже сказать об этом, сколько там, почему бы очень многие обращения я даже не фиксирую с точки зрения того, да, в голове я, конечно, держу, еще раз говорю, то есть те, которые идут в рамках консультации, мне намного легче дать по телефону ответ, быстро, для того, чтобы и человека зря не вводить в заблуждение, у нас можно идти по бюрократическому пути, да, когда попросить, чтобы написали мне официальное заявление, и тогда это при условии, что с тем вопросом, к которому он обращается, не носит какой-то вот негативный характер, будем говорить, если человек говорит о том, что я бы хотел проконсультироваться и получить ответ на то-то, на то-то, на то-то, то я пытаюсь это как бы в экстренном порядке быстро посмотреть и дать ему консультацию, ну, перед этим, конечно, спрошу телефон, как зовут и так далее человека, и, таких обращений, я думаю, что, ну, наверное, если с начала года, ну, каждый год возьми, ой, каждый день, если в рабочие будем брать, ну, в среднем, я могу сказать, что обращений 5 есть такого плана. Есть граждане, которые обращаются, ну, по таким вот немного, ну, действительно, по тем вопросам, с их точки зрения, считаю о том, что их права нарушены, вот тогда начинаешь разбираться, когда в этих правах, ну, я беру элементарно даже по трудовым отношениям, и начинаешь смотреть, когда начинаешь смотреть все документы, те же договоры, те же письма, заявления, ответы с органов власти, есть и такие, где уже и прокуратура провела проверку и так далее, ну, тогда понимаешь, что так быстро, то есть нельзя бы от тебя это все как бы дать какой-то комментарий быстро-быстро, к сожалению, конечно, у меня есть определенные сроки принять или не принять, то есть в течение 10 дней обращения в работу, вот. Как вам можно протестовать? Вы уже сказали, можно по телефону, если это серьезная проблема, то все-таки нужно зафиксировать на бумаге? Конечно, да, то есть все-таки если человек считает, что действительно его права нарушены и негодует человек, конечно, лучше, чтобы это было написано в письменном виде обращения, направлено в адрес, главное, чтобы это было не анонимно. Александр Егорович, спасибо большое за интересную беседу. Время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. Это было актуальное интервью. Увидимся.